В преддверии празднования дня рождения столицы Чуваши в городской администрации состоялась торжественная церемония честного непочетного гражданина города, а также вручение медали за заслуги перед городом Чебоксары. Эта традиция существует уже не одно десятилетие. В этом году список тех, чьи имена вошли в историю столицы Чуваши, пополнила крета Лазаревна Валицкая. Более 40 лет она отдала общественной работе, занимала должность министра труда и занятости Чувашской республики, а также была первым заместителем главы администрации города Чебоксары. Как грамотный руководитель с высокой профессиональной подготовкой, много сил и энергии Крета Лазаревна вложила в строительство монумента славы и путепровода по проспекту мира. Депутат Государственной Думы Леонид Черкесов подчеркнул, что именно благодаря таким людям жемчужина по Волжье имеет возможность расти и развиваться. Хочу отметить, что Крета Лазаревна очень много сделала, чтобы город Чебоксары действительно был жемчужиной по Волжье, тем комфортным, благоустроенным городом. И, конечно же, много сделала для того, чтобы экономический потенциал нашего города был на высоком уровне. И работая на разных должностях, в первую очередь, прежде всего в городе, она, конечно же, очень много сделала для родного города. Всего же сейчас в столице Чувашии звание почетных гражданином достойно 35 человек. Каждый из них принял свой неоценимый вклад в то, чтобы сделать Чебоксары процветающим городом. А эстафету Крета Валицкой приняли ее ученики и преемники. Могу вам сказать, что ваши ученики, ваши последователи и сегодня занимают многие ключевые позиции и в администрации города, в правительстве, в других хозяйствующих субъектов. И в стенах администрации также до сих пор звучит фамилия Валицкой. Когда стоит вопрос о результате, о достижении поставленной задачи, вспоминают Крету Лазаревну Валицкую. По словам Креты Валицкой, ее главными принципами всегда были и будут простота в общении с людьми и готовность помочь тому, кто в этом нуждается. Когда в председателе мисполкома я работала, но у меня же все-таки молодежный характер тогда был. Почему-то я считала, что людям надо помогать. Больше во мне сидел, наверное, этот вопрос. И поэтому я искала каждый раз, когда кто-то на прием приходит, чтобы он уходил не просто ругаясь, а чтобы удовлетворение какое-то получил. Или подождать полгода, или подождать еще год. Но что, ее вопросы будут решены. Как-то я разговаривала с людьми попроще. И они мне верили. И поэтому решались, конечно, неплохо. И сейчас, уже будучи на заслуженном отдыхе, Крета Лазаревна тоже ведет активную общественную деятельность. А накопленный жизненный опыт помогает ей выбирать правильную стратегию и принимать верные решения. В этой комиссии по помилованию, уже лет, наверное, уже 10, при главе республики, комиссия по помилованию, Мы выезжаем в места, где сидят заключенные. Мы рассматриваем в большом здании администрации вопросы без приглашения. А когда считаем нужным приглашением, тогда выезжаем сами сюда. И мне эта работа очень нравится. Крета Валицкая признала, что искренне любит столицу Чувашии. Здесь она росла и училась. Именно с этими местами у нее связаны самые теплые воспоминания юности. Ну а город всегда чтит тех, кто жил и трудился ему во благо. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.